приветствую вас компьютерной мастерской happy pc основной канал не канал по сборкам и ведущим сегодня буду я и так как я сборщик будет сборка не какой-то у нас будет контент по ноутбукам по проблемам потому что на ремонте компьютеров у нас нету мы все справились помощником им сергеем и сейчас остается только подснять какую сборочку на сборочка будет непростая сборка у нас тут позвонила барышня недавно и сказал то что и под некоторые задачи не очень требовательные в графике но требовательный по процессору нужен какой-нибудь системе чик до 45 тысяч рублей и посидев по просмотрев авито мы подобрали небольшую часть комплектующих и хотелось вот и все это вам показать и давай сразу пройдемся по комплектам и по ценам сколько нам это все выходит на авито была приобретена материнская плата с процессором и с боксовым кулером это райзен 2 600 x 370 и массой про гейминг хорошая материнская плата да и если то что это x 370 и довольно сильно греется чипсет но думаю это не проблема потому что плата прошла все стресс-тест и никаких проблем с нету даже видно то что у нас пыльника и его надо будет чуть почистить и сразу же для проверки я взял и создавашку человеку 240 и создавашки будет хватать сказала она это кингстон а 400 неплохая создавашка за свою цену просто отлично и давай сразу будем писать этот комплект нам обошелся без ssd то есть материнская плата плюс процессор плюс кулер напишу себе и плюс мб 10000 рублей 10к ssd-шка нам обошлась если меня не изменяет память что там ее за полторы тысячи купили так и напишу м2 ssd полторы тысячи рублей да на 240 гигов скажут что вообще дешево по виду таких цен нету но вот так вот люди нам приходят и мы вот так вот примерно вы выкупили также был приобретен два у нас комплекта за 9000 два комплекта памяти по 16 получается по 8 гигов планочка это crucial ballistics sports частота 3000 цел вроде как 16 до 16 16 35 отличная память просто микроны как говорится что ballistics и что вот эти это просто отличная память низкие тайминги довольно высокая частота 3000 мегагерц для райзена то что нужно такой нам комплект получается 2 по 8 обошелся в четыре с половиной тысячи то есть пишем дирам четыре с половиной тысячи это я пишу так для понимания сколько выйдет сборка также совершенно недавно то есть вчера я приобрел видеокарту зашел человек тоже он обновился получается на 30 50 видюшку и предложил нам выкупить его старую 10 50 это офигенное исполнение я впервые я эту кстати сборку и собирал человека на это видеокарту но я забыл что вообще существует это айгейм вы уже много видели такие белые 3070 3060 этих ребята они новые делают линейки с такими оранжевыми полосками это 1050 яичко у нее здесь кнопочка есть turbo normal то есть здесь видимо это вращение окулеров можно регулировать либо там и частоты поднимают я так и не понял еще новин из видеокарты все отлично у нее хорошая охлад она очень тяжелый то есть не металлический бэкплейт у нее две тепловые трубки у нее хорошие алюминиевый радиатор рассчитанный на всю плату то есть у нас охлаждение будет прямо отлично она нам обошлась в семь с половиной тысячи рублей скажете да где такие цены на авито их там продают по 9 по 10 тысяч в магазине там что-то в районе 13 и 14 как вы так урвали но человеку предложил за такую цену из еще и бушечки бушечка у нас еще будет жесткий диск решил человеку все-таки добавить в этот бюджет то что 240 конечно хватает но вдруг захочется скачать кем ведь парочку фильмов парочку больших игр и все-таки нужно где-то и хранить поэтому vd purple 2 терабайтный его запишем как честно не помню сколько мы его покупали это было очень давно у него хороший смарт все без проблем напишем средний ценник по вид от 3 3 с половиной тысячи рублей то есть пишем hdd 3 к а из нового то что мы взяли для этой сборки сбегали с нашим оператором жене в dns просто за компанию пообщаться это deep cool dn 650 за рекомендовавшийся блок 650 ватт 5 лет гарантии нету какого-то бронзового золотого сертификата но неплохая схемотехника черные провода своими задачами в такой сборке где 2600 и плюс здесь 50 яйка будет справляться на ура и по цене кстати он вышел 3000 напишу писью 3 600 ум 3 6 как и взяли мы также корпус залмана dns на три буквы как говорится нас послал можно так сказать пришел он без коробки пришлось забирать так но я посмотрел корпус в принципе в отличном состоянии коробочку мы человеку найдем коробок у нас блага много и просто отличный кейс у нас есть на выдув он смотрится симпатично нижнее расположение блока питания возможность установки до дополнительных вентиляторов во всевозможных проекциях единство что вот не каленка но за свою цену в 3 600 он просто себя оправдывает напишу кейс 37 и давай почитаем сколько нам эта вся сборка вышла то есть это у нас получается 16000 23 500 23 5 26 500 26 500 это получается 30 100 и получается 33 800 это сборка без учета знаете как все-таки это цена комплектующих и на мастерской хоть какую-то нужно копеечку будет заработать поэтому мы сюда еще включим ценник за работу за настройку обычно вот мы берем примерно в этих бюджетах что-то в районе трех трех с половиной тысяч рублей за вот такую процедуру то есть перепрессуем еще но давайте округлим 33 500 и то есть итоговая сборка если вы ну конечно если вы будете сами собирать и найдете по таким же ценам вам она выйдет в 33 800 то есть я думаю те кто нас смотрят зачастую компьютер собрать собственными силами без проблем смогут но так как человек у нас заказал хоть какую-то копеечку на машу мы это все нашли забрали посчитали нужно заработать то есть при прессом 3 500 и выходит у нас 37 300 надеюсь я все правильно посчитал в комментариях думают поправить то есть вот такую сборку в принципе на райзене 2 600 ему плюс 10 50 айки можно собрать вообще без проблем и уложиться до 40 тысяч рублей так что сейчас приступаем к сборке и наверное затестим в каких-нибудь бенчмарках потому что человеку больше не подыгрывать нужно будет а под какой-то рендер а как мы знаем 2 600 райзен это многопоточный прок который с этими задачами справляется поехали а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, получилась такая машинка у нас, все аккуратненько, все красиво, не использовал нейлоновые стяжки, решил это сделать все обычными, получился вот такой кабель менеджмент, все одним колбасой, все красиво, ничего нигде не торчит, все хорошо. И что мы имеем, да, дергаю системник, ну ладно, оси сети, стресс-тест по процессору, потому что нагрузка будет основная на него, боксовая кладка, кстати у нас, и температуру мы уже стрессимся 7 минут держим в районе до 70 градусов. При этом частоты у нас около стандартной, то есть без бустов, 3.6, 3.7, то есть здесь сейчас еще подумаем, расширит человек бюджет. Смотри максимум, там сколько, 3.9. Он скачет туда-сюда, да, по некоторым ядрам. С человеком сейчас поговорим, и если человек будет все-таки приобретать, поставить все-таки охлад помощнее. Мне было просто интересно, какие температуры будет на боксовом. Конечно, желательно вот какую-нибудь такую башню поставить, та же условная с E214 XT. Так, прошу прощения. Звоночек был. Четыре трубки здесь, 120-ый вентилятор, и с этим процессором, я думаю, будет до порядка до 55 градусов. Как у меня, у меня было 55 вот с таким же. Да, вот примерно с таким же у тебя было 55, при этом у тебя частота там что-то в районе 3.8-3.9 держалась. Все хотят. Собственно, вот такие получились тесты у нас в оси сети. И сейчас зайдем в Sinebench, посмотрим, сколько там набирает он баллов. Все-таки будет, если использоваться под небольшой 3D-рендер. Кстати, человек там вроде как девушка, довольно женщина уже, назову так, в годах. То, думаю, монтаж на уровне Гая Ричи там не будет. Поэтому стандартный такой обыденный монтаж этот процессор будет вытягивать лучше. Конечно, в этом бюджете можно там изгольнуться или там вообще... Валерий, чем будет вытягивать? Что ты оправдываешь? У меня такой был. Поверь, тянет. Просто говорит, все тянет, все тянет. Все тянет, да? Так, давай, сейчас я поставлю адвенчат бенчмарк, чтобы у нас он не по 10 минут не крутился. И старт мультикор. Просто я уверен, найдется парочку людей, которые скажут, что в этом бюджете можно собрать 5900X, плюс 3080 Ti и плюс 128 гигов перативки. Ну, а что мы имеем? По предварительным итогам... Кстати, картинка очень быстро идет. У меня даже на 10400F вроде помедленнее она идет. Хочу посмотреть, сколько у нас частота. Вот будет как раз-таки через диспетчер. Будет ли он держать больше номинала? Все-таки хотелось бы поставить, да, башню здесь. 3,6. Ну да, он держит свои номиналы без турбобустов. Видимо, все-таки упор в температуре идет. Но при этом, даже на таком охлаждении, система у нас остается очень тихой. Только один процессорный кулер набирает обороты. На выдув у нас еле крутится. На видеокарте тоже еле крутится. Слышно только его. То есть, системник остается при этом, при всем даже тихим. Сейчас закончил у нас стресс-тест. И хочу узнать, сколько баллов. Потому что примерно, вот, если мне память не изменяет, 12900KF набирает 26 тысяч баллов. Сколько у нас наберет... А может, пока посмотрим, что-то там собрал? Кабель-менеджин. Кабель-менеджин? Ну, давай, кстати. Смотри, как оно классно сочетается. Ну, красный, красный. Да, кстати, красная видюшка, красная мать. Но, к сожалению, не было красной памяти. Я так хотел, и потом, когда воткнул эти белые планки, они так смотрятся здесь. Ну, выделяются очень сильно. Какая-то подсветка. На платье есть все... Ну, X370 чипсет, кстати. Ну, сейчас вот даже при рендере он не настолько горячий. Все-таки, когда в корпусе все собрано, оно какие-то потоки воздуха имеет. Даже при открытых крышках более-менее холодные. Так. Картинка у вас переморгова. И по кабель-менеджменту здесь. Так как здесь ушечки маленькие, я решил не использовать нейлоновые стяжки, потому что их пришлось бы подрезать, как-то продевать, натягивать. Я использовал обычные стяжки строительные. И все в одну косу здесь прямо уложилось. Просто идеально. Крышка закрывается. Я уже примерил. Легко, не надо ничего придавливать. И по кабель-менеджменту здесь салазочки под жесткие есть. Все убирается. Оставил также там SATA Power, чтобы можно было человеку еще подсоединить. Корпус за 3700 просто один. Да, единственное, что у него не сетка спереди, а просто вот такой рельефный. Она по ощущениям рельефная морда. Но за свою цену считаю отличное решение. Строгий стиль. Неплохой корпус. Все. И у нас закончился рендер. И мы набираем в районе 8378 баллов. Уделываем мы 7700 i7, уделываем всякие там ноутбучные процессоры 11-го поколения. Меня очень сильно хотят. И, кстати, мы если... А, нет, подожди. 7055 баллов. Я не туда посмотрел. Да, мы не дотягиваем до Xeon всяких на 2011v3, v1. У них все-таки ядер побольше. Это 12 ядер, 24 потока. Не дотягиваем до 8 ядерников от тех же райзенов 1700-1800. Но, в принципе, 2600 под легкий монтаж. Да даже не под легкий. С этой видюшкой, в принципе, можно будет спокойно делать даже наши повседневные ролики. И не заморачиваться, не ждать по 3 часа. То есть сборка такая вот оправданная. В бюджете 33800 она была. Просто идеально. И также вы можете взять тот же блок дешевле, потому что здесь в пике сборка на потребляет сколько. Но видюха до 100 ватт. И просто до 100 ватт. То есть 200 ватт система у вас потребляет. Накинем еще жесткие диски. Все стоим. Ну, 250. То есть вы можете хороший там какой-нибудь, как говорил ремонтяж, простенький Qeon Hyper взять на 350 ватт. Его будет вполне достаточно. Главное, чтобы там была активная PFC. Все наборы инструкций от короткого замыкания. Его будет хватать. На этом вы сэкономите там порядка полторы тысячи рублей. Потому что блок такой стоит ну тысячи две, полторы. И на корпусе тоже можете взять любой там с разборки за 300 рублей. Это все собрать. И получить уже систему там на 3000 дешевле. Взять там память подешевле тоже. Все-таки это баллистиксы, они подороже. Поискать какие-нибудь уемные плашки и погнать. X370 и чипсет славится. То, что здесь можно хотя бы что-то тайминги подрулить и все подогнать. Ну и там видюшку. Не, видюшку вы навряд ли найдете, конечно, подешевле. Плату можно взять подешевле. Все-таки X370. Мы просто урвали здесь комплект хороший. Процессор можно сейчас в районе 6-7 тысяч найти. И, в принципе, такая сборка вам выйдет до 30 тысяч спокойно. Если прямо посидеть, помониторить Авито по регионам, позаказывать с других регионов. За 30 тысяч можно собрать прямо вот хорошую сборку для онлайн-игрушек, для даже современных проектов на средне-низких настройках. И спокойно играть. Ну а спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте то, что у нас есть отличнейший форум. Begit.net Мы туда заходим, смотрим ваши вопросики, стараемся на них отвечать и помогать всей нашей большой, дружной, как говорится, IT-командой, сообществом всех выручать. Не забывайте про наш сайт happypc.pro. Там можете оставить заявочку, я увижу ее. Свяжемся. Также, может, подберем что-нибудь избушечки вам. Постараемся влезть в бюджет и подсобрать хорошие системы. Ну а на этих выходных берегите себя. Всегда оставайтесь позитивными. Ну и радуйте себя хорошим фпсом. Всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok